Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Дилейм, фон Дилейм, детективам, которого, кстати говоря, Стелла и наняла, чтобы найти Сэй. Пока что знаем мы только одно, что Сэй 100%, ну или, ну, более, больше шансов, что она все-таки жива, потому что ее не было среди погибших. Ну ладно, давайте вперед. Продолжим. И не забывайте сжать кнопку, если вам понравится, не забудьте нажать на кнопочку вот прицессу на колокольчик, так вы и новых видео узнаете. И пополните нашу маленькую и крепкую семью. Да и на нашем канале многие смотрят видео без подписки, больше 50, больше, только 55% смотрят ее с подпиской, все остальные без. Вам этого ничего не стоит, а это меня очень сильно мотивирует продолжать выпускать видеоролики. Нет, я уверена, что Веркилио. Вы так в прошлый раз представились. Произношение глупая прищуда, которую общество взвалило на бедные буквы. Они жаждут свободы, они хотят быть произносимыми так, как угодно только им. Веркилио. Вы как-то замотали все, я смотрю. Мы всего лишь марионетки в руках умелого купловода, таящегося за ширмой. А по окончании представления купловод просто закинет нас на дальнюю полку, собирать вековую пыль. И все же у вас отдышка. Ах, это я был на пробежке. В такой одежде? Я могу бегать, как мне заблагорассудится. Может, можете, не спорю. Что пить будете? Налейте мне немного фальши. Ага, сию секунду. Чего-нибудь фальшивое? Что-нибудь фальшивое? Эм, что? Что-то фальшивое. Подожди. Что ему может... Давай по стилю, так будет понятнее. Так, стакан сансары. Нет, не подходит. Это был стакан сансары, не подходит. Фальшивое. Изысканное. Классическое. Мужское. Дамский. Промо. Кианистское освещение. Стакан сансары. Грязный. Гризли, кстати, интересный вариант. Бон развязан. Брэнди. Взрыв на Меркурии. Проникновение. Синий барх. Нет. Фальшивое. Замена пиву в телешоу с рейтингом 12+. О, а вот и фальшивое. Это ведь фальшивое пиво, так ведь? Фальшивое пиво. Вот вам фальшь. Перемешать, выдержать. Блин. Да, пенистая вода. 150 рублей. Держите. И что же это? Определенно не пиво. Все верно. Это именно та фальшь, которую я искал. Скажите, Вергилиев, где вы работаете? Я занимаю почетную должность куратора в музее Стимпайн. Правда? Что вы там делаете? Я изучаю новые поступления и содержу в порядке экспонаты для наших посетителей. Но в последнее время владелец музея начал препятствовать исполнению моих обязанностей. Неужели? Да, он сказал мне, хватит трогать экспонаты, ты их ломаешь. Люди порой могут быть такими грубыми. Он до сих пор не понимает, кто все-таки курирует его музей. Я. Без меня все эти машины совсем бы развалились ржавчиной. Эм, даже посетители понимают, что вся ответственность за них лежит на мне. Так почему владелец не может этого осознать? Да уж. Готовы поспорить, он обращается с вами как с каким-то уборщиком. Вот именно. Ну да ладно, настало время для вашего следующего испытания, пармен. Испытание, говорите. Я хочу непорочность. Он хочет непорочности. Действенниц среди нас нет. Так что, хм. Хм. Непорочность. Что он может иметь в виду под непорочностью, а? Что он может иметь в виду? Блин, непорочность, 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 непорочность. Может опять вызысканным? Мм. Брэнди не подходит, Бондарс Визон тоже взрыхнул. Нет. Нет. А может теперь? Девственница. Действенная. Может он имеет в виду это? Ай ладно, плевать. Если я ошибусь, то ошибусь. Четыре штуки каждого. Стакан Сансара, я надеюсь. Никаким же образом это непорочность. Это коктейль. Он духовно непорочен. Свободен от всех человеческих грехов и не способен осознанно навредить. Ага. Ага, ну да. Чудесно. Ага. Кому? Эй вы, мужчина. Я? Ого. Блин, не ожидал, что он его заметит. Ну и что такое? Да вы, мы раньше не встречались. Не помню. Может быть? Да, мне кажется... Нет, 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 мы не встречались. Никогда. Вообще. Интересная реакция. Джилл, мне пора идти. Будь осторожна. Спасибо. Извините, мы нигде раньше не встречались. Твое лицо. Этот глаз. Что не так с моим глазом, козел? Мы вообще никогда не встречались. Никогда, никогда. Барман, благодарю вас за чудесную беседу. Хэм. Ты что, только что... Спугнула клиента? Похоже на то. Ну, я пошла. Спасибо за все. Не за что. Ну что, на сегодня мы закончили? Ага. Несмотря на ситуацию в городе, нельзя сказать, что бар сегодня пустовал. Ах ты, черт, Вергилио. Значит, вы все-таки виделись раньше? Да, можно сказать и так. Джилл. Что? Что там у вас? Джилл, как обычно, не обращай внимания. Джилл, как обычно, не обращай внимания. О чем вы там с Брайаном разговаривали? Ну, если честно, то в основном просто болтали ни о чем. Просто мы давно не виделись. Я встретила его на прошлой неделе и продолжила. Ну и предложила заглянуть ко мне. Еще немного поговорили о том, что делать после закрытия бара. Ах да, и я попыталась, ну, объяснить ситуацию с нашим Робертом. Брайан согласился помочь мне с этим, когда придет время. Ясно. Ох. Я также рассказала ему про нашего нового сотрудника. В наших рядах пополнения? Он на полставки, завтра с ним познакомится. Вот как? С ним? То есть это парень? Прелестный парень, поверь мне на слово. У меня дежавю. Джилл, ты в порядке? Ага. Показалось, наверное. Так, Брайан сказал передать тебе это. 500 рубасиков. Чаевые премия за безупречную работу. Ой, да. Чет за электричество будет 24 декабря. Пожалуйста, не убедитесь. У вас, значит, что будет 8000. Джилл напряжена. Приобретение плечевого массажера поможет ей сконцентрироваться на работе. Так, ну давайте тогда. Плечевый массажер. Игрушка тюнге. Тёплолампой гейминг. Плечевый массажер. Для особо напряженных дней. Та-дам. И у нас уже почти 7000 на армаз. Почти 8. Давайте почитаем новость. Так как я понимаю, что видеоролик выходит довольно коротким из того, что мы день заканчиваем. Давайте хотя бы до 20 минут его добьем. О. Блок Керемики. Человек мечты. Подожди, это да? Да, спасибо, ГС. Концерт под куполом. Да, это, кажется, ноу. Человек мечты. Внезапно мне захотелось её обнять. Человек мечты. Я постоянно размышляю о том, встречу ли я когда-нибудь свою вторую половинку. Когда ты всего 3 года назад появилась на свет, а я тебе... А тебя уже закидывают в этот прелестный ад, называемый фабрикой идолов. В неволе задумываешься. Кажется, что ты упускаешь самое главное. Случайная влюблённость, упущенная любовь, нежные прикосновения другого человека. Я ищу себе слов. Я ищу себя словно в пузыре, что не даёт мне почувствовать всё это. И мне начинает надоедать эта обыденность. Я хочу путешествовать, знакомиться с новыми людьми. Ведь, несмотря на мои обширные знания, я никогда не делала многое из того, что для других является частью жизни. Но мои песни уже рассказали вам об этом. Не так ли? Всё. Так. Дополненная правда. Исследование показало, что мужчины предпочитают вовсе не студенток. Не слабо ты завернула. Лана Смит. Всегда считалось, что самый сочный возраст девушки приобретительно до 25 лет. Однако, мужчины Гличсити, похоже, предпочитают вовсе не молодых студенточек. А кому не нравятся зрелые женщины? Говорит тот. 19 лет. У них уже есть весь необходимый опыт. И при этом они не страдают хуйней, как молодые испорченные девицы. Дорогу к горячим офисным леди. Джилл. Джилл. 27 лет. И сразу поняла вопрос, но после кратких разъяснений она разошлась в часовой тираде, заканчивающей словами. И вообще, скажу я вам, юбки, карандаши — величайшее изобретение человечества. Состоял... Подожди. Подожди-ка. Это мы были, мы? Подожди, нас... Нас серьезно. Подожди. Либо сейчас Лунка чисто настралирует, потому что у человека... Ну, ты понимаешь, наше имя. Либо это мы были. И сейчас это мы разошлись в часовой тираде. А потом... Ой. Да, Лунка, если это правда были мы, мы правда разошлись. Состоялся анонс АМ Тоншип 64. Ты же вроде играла в какой-то из их игр. Да, вы Monster Girl... Сап... Монстр гелл пазл. Лана Смит. Компания Сю... Сук... Сукубан Софт представила новую линейку ПК, ориентированную на любителей аниме. До этого разработчики предпринимали несколько попыток расширить свою аудиторию с игрой-консолью Юранус. Также была анонсирована стартовая линейка игр. Среди них есть также популярные проекты, как Monster Girl RPG, Monster Companion и Monster Girlfriend. Мы надеемся привлечь анимешников, заявил Киририн. Киририн 51. Штатный уборщик компании Сюкубан Софт. Штатный уборщик, очень нужно. Вам ведь все равно, ниже падать уже некуда, правда? Сюкубан Софт планирует начать производить АМ Тоншифт в следующем году. Эпохальное обновление ИКДВ-186 Лана Смит, энтузиаста окруженного оружейного дела, взбудораженный обновлением модели штурмовых винтовок ИКДВ-186, производимых заводом Макаси. Макаси, Макасины, анонсирована полная совместимость с нанокамо. Это означает, что модели для гражданского населения могут использовать нанокамуфляж, позволяя таким образом изменять текстуру винтовки через мобильное приложение совершенно бесплатно. Мы уже год используем нанокамуфляж на поле боя, рассказал ДП топ-менеджер Макаси. Его вариативность позволяет нам слиться с окружением и оставаться незаметными для врага. С нанокамуфляжем наше снаряжение практически невидим. Необходимое обновление для приложения нанокамо выйдет уже в этом месяце. Тебе нравятся стволы? Не, у меня нет такой сильной... В надобности в пенисе. Мне кажется... Непонятно, лунка хотела специально ее спровоцировать, или же она буквально просто предполагала, нравится ли ей оружие. Непонятно, кто тут испорченный, лунка или джилл... А, она ведь сама озвучивает, значит она такая же испорчена. Нижнее белье от нанокаму. Бесполезная вещь, если не собираешься бегать ногишем по улице. Или если у тебя нет парня. Думаю взять парочку, просто чтобы посмотреть, какие текстуры на них удастся натянуть. Текстуры будут поставляться по одной из DLS. Ты не сможешь так просто установить, какую тебе захочется. Все равно их взломают. Скорее всего, но это будет еще не скоро. Да нет, вы не знаете. Особенно в таком капиталистическом мире, думаю, пиратство у вас процветает просто пипец как. Да, думаю я подожду, пока не появится прошивка с возможностью установки своих скинов. Я думала, что наноткань вредна для здоровья, разве не так? Нет, это просто слухи. У меня стены покрыты ею и ничего, я все еще жива. А на обои уже появилась прошивка? Я женюсь на камотян. Теперь у нас есть нижнее белье, меняющее свой цвет. Как можно не любить такое будущее? Я бы полюбил его, если бы не экономическая политика производителя. Но так не покупай. Но так и не покупаю. Атака на банк Аполлон. Будешь считать файлы? Не. А, это уже все было. Атака на банк Аполлон 3. Это все, кажется, было, да? Все? Да, все. Ну что ж, на этом мы и закончим. Давайте сохранимся. Надеюсь, вы остались довольны. Довольно неплохо вышла, неплохая серия вышла у нас. Посмотрим, что дальше будет. Но, как я понял, нам не получилось спасти бар. Миссия провалилась абсолютно полностью. Спецоперация провалилась полностью. Бар все-таки закроют в любом случае. Обидно. Ну, главное, накопить не знаю. Блин, подождите, сколько? Ну, ладно, накопить хотя бы, там, 100 тысяч долларов, чтобы нам хватило на старости. Мы могли не работать. Хотя, если, честно говоря, если Джилл останется дома со 100 тысячю долларами, скорее всего, она просто помрет от скуки. И даже своя котейка ей не поможет. Ладно. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Или дизлайки. Пишите комментарии. Предлагайте игры для прохождения. Обсуждайте. Буду рад с вами пообщаться. Закляйте в описании. Там будет ссылочка на мой дискут сервер. Буду рад вас там видеть. Ну, и не забывайте жать на кнопочку и подписаться на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Так, ладно. Я вот еще подумал. Я подумал, 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 подумал. И додумался, что все-таки нафиг это все. Лучше будем действовать по старинке. И я не буду отказываться от возможности. Все-таки не буду изменять традиции. Мы все-таки начнем проходить следующий день. А уже дальше уже все определится само по себе. Лучше так, чтобы видео дотянуть хотя бы в 30 минут. Потому что просто не хочется делать 20 минут. Совсем ничто. Пошлите. Вторник, 20 декабря. Неплохо. Вечер добрый. А, привет, Джилл. Так, что это за клетка? Я свою котейку притащила. Котейку притащила? К нам в бар. Я с Сунори Ката притащил. Кото притащился? Иди сюда, ублюдок. Я покажу тебе кулак правосудия. Я устрою твоей задницей землетрясения в канты. И шляпу отдай. Подождите. Здесь нет никаких злых... Ом... Омёди. Кос. Ты что несешь вообще? Разве ты не сказала, что привела котов в бар? Свою котейку. Котейку. Тобишь кошку. Охо-хо. Да, так даже лучше. Приветики, Лунка. Такая милашка. И зачем же ты взяла её с собой? Я слышала, что в моём доме проводят обыски. У меня то нет ничего подозрительного, но всякое может случиться. Поэтому лучше возьму её с собой, хотя бы сегодня. Ну ладно, я бы поворчала немного про санитарные нормы, но у нас уже была здесь стая корги. Хочешь я посмотрю за ней у себя в кабинете? Ну пожалуйста. Хорошо. Но она немного скромная, так что... Так, Лунка, пойдём-ка ко мне в кабинет. И... и... и она меня совершенно не слушала. Скажи, Джилл, а почему ты всегда приходишь так рано? Да я живу тут неподалёку. Правда? Ага, шеф пробила мне маленькую квартиру в паре кварталов отсюда. Типа как в чёт програм... В чёт программы BTS по обеспечению жильё. А, ну да. Я тоже свою через неё получила. Ладно, пора начинать. Блин, а неплохо. Ну знаешь... Блин, а это что такое? Подожди. Drive me wild. Чё за хрень? Блядь, это впервые. Извиняюсь за ситуацию. Я, конечно, удалил тот кусок, но... У меня просто сейчас нахрен вылетела игра. Просто взяла и вылетела. Нафиг, это впервые у меня такое. Чтоб у меня брала просто и нафиг игра вылетала. Drive me wild. Who is a... Во, во, who is a... Да, кто я? Кто я, кто я? Контит пихту. Так, 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 так. Не знаю, появятся вообще новые музычки или их надо покупать? Время подавать коктейли и вершить судьбы. Блин, только упоминалось про корги и вот. Йоу, как житуха. Нам тут кроме вот такого вот лица ничего не поделаешь. Эм, эй, эй, детка, ты меня слышишь? Собака, очередная собака! Эй, эй, я не просто очередная собака. Я тут работать буду вообще-то. Эм... Ещё рано. Да блин. Чтоб вас. Наш новый сотрудник пришёл. Эм... Что-то он рано. Но почему собака? Почему, 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 почему? Да ты только посмотри на него. Он в гавайской рубашечке. И в классных солнечных очках. Ясно как-то, да, устроиться. Надо просто одеться круто. Ион Сиба, а не корги. Я не понимаю, что тебе не нравится. Для меня они все на одно лицо. Признаюсь, Сибу... Признаюсь, Сибу можно считать японским аналогом корги. Обе эти породы благородных коровей. И они оба обладают... Обалдеть, какие прикольные. Хм... Ну так вот, теперь этот пёсик будет нам здесь помогать. Меня зовут... Не важно, как тебя зовут. О, спрошу тебя, не кричи. Извини. Назови его просто Чёткий Сиба. Чёткий Сиба? Чего? Эм... Потрудись-ка взглянуть на него ещё раз. В этой комнате он самый чёткий в так... В таком-то... В таком-то прикиде. Спасибо. Чёткий Сиба. Отличное имя. Он будет помогать с заказами убираться. Ну и привлекать новых клиентов. Но сначала он должен узнать, как у нас всё работает. Убирать? Тогда он мне уже нравится. Обслужи его, как обычного клиента. Так он поймёт специфику нашей работы. Ну, ладно. Пёсик. Ну, он правда чёткий. Тут ничего не скажешь. Он заслуживает такой... Так, продолжаем. Я ведь ожидал, что тут будет собака. Ну, вот ожидал, что сто процентов такую одну покажет. Чего вы изволите, милейший? Чёткий Сиба. Дай-ка мне грязного Гризли. Гризли. Ты в порядке? Да, просто воспоминания нахлынули. Час будет. Этот пёс хочет грязного Гризли. Дежавьё Тойота болью под копчиком. Подожди, Тора. Подожди. Грязный Гризли. Напиток соответствует вкусовым предпочтениям фаната одноименного фильма. Секунду. Так, извиняюсь. Так, грязный Гризли. Так, три, три. А, всё три? Так. И корматорин. И спал так. Грязный Гризли. Вот. Вау, какая же гадость. И люди действительно платят за эту бурду? Сложно поверить, я знаю. Так, что привело говорящего пца в поисках работы именно к нам? Я здесь, чтобы помочь своей организации собрать деньги. Ты случайно не с фабрики игрушек Сайфара? Сайфара? Что? Нет. Не запилив свой меня к этим проклятым супер... Супер... Супрематистам, которые обращаются с собаками, как со скотом. Есть организация куда благороднее. Я состою в НАСА. Э, НАСА? Независимая ассоциация собачьего освобождения. Мы построили место, где собаки могут быть собаками. И спасаем их от самих себя. Я люблю НАСА, но, черт возьми, эта любовь мне порой недешево обходится. Мы решили искать работу на полставки, чтобы финансировать все, что может понадобиться нашей организации. Мы хотим помочь НАСА расцвести. И чем же вы в НАСА занимаетесь? Оплачиваем лечение раненым собакам, кормим голодных, играем с теми, кому скучно. Мы все протягиваем лапу, мы всем протягиваем лапу помощи. Ух ты, звучит неплохо. Скажи-ка, у вас тут есть меню? Что-то вроде да, держи. Так, посмотрим. Посоветуешь чего-нибудь? Держись подальше от грифы промо. Ага, грязный гресли как раз оттуда. Понял. Кисельные грезы? Звучит интригующе. Сейчас будет. Гряз желает гересея кисельные грезы. Классический? Нет. Подожди секунду. Кислый вот. Сильные грезы. Так. Пара-таки напитка сделает ваш язык парохатным. Еще пора, и вот вы уже сладко спите. Что-что такое? Ошибка. Еще, еще. И корматорина по вкусу. Ну давай его напоим, а? Да, попробуем напоить его. Пятерку. Перемешать и выдержать. Весельные грезы. Весельные грезы. А этот ничего такой. Так почему ты выбрал именно бар? Просто мне показалось, что здесь будет интересно и весело. Тут не нужно иметь каких-либо особенных данных, а значит это лучший вариант для меня. К тому же мне тут от дома недалеко, так что я могу сюда пешком ходить. А я люблю пешком ходить, могу хоть весь день гулять. Ты про какие... какие особые данные? Ну типа сертификат об умении общаться с едой, опыта работы или наличие больших пальцев. А почему ты выбрала работу бармена в баре? А почему ты выбрала работу в баре? Эм, просто всплело в голову, наверное. Вот и все. Я хотела быть в месте, куда люди приходят и уходят. Мне нравится следить за этим потоком. А бар все-таки посолиднее будет, чем просто кассир. А бармен будет все-таки посолиднее, чем просто кассир. А, кстати, вот ты мешаешь тут эти всякие штуки. Ну? Это... Эй! Ой, это же кот! Кот! Эй, Лунка, разве ты не сидела в кабинете босса? Привет, кот! Хочешь поиграть? Давай играть! О! Собаки же ненавидят котов, разве нет? Нет, у нас с ними проблем нет. Пока они к нам не лезут. Вот как? Так ты говоришь, ее зовут Лунка? Привет, Лунка! Давай поиграем! Хм. Так ты не... Так никаких игр. А то вы тут все разнесете. Лунка, а ну марш в кабинет к боссу! Мяу. Какая послушная кошечка. Моя гордость. Тебе наличь еще чего-нибудь? Да, но для начала пойду поболтаю с парнем, которого явно зовут Джон. Эй. Э? Хорошо. Фух, да я не надо... Да, я не должна так заводиться из-за собак, но я просто устала, наверное. Привет, Джил. этот голос ох а вот на этом месте мы остановимся идеально блин а идеальное место продолжим уже следующей серии узнаем все таки каким образом она выбралась из той заварушки блин и она потрепанная довольно хорошенько так ну хотя бы радует что она жива надеюсь вам понравилось ставьте лайки мили дизлайки пишите комментарии критикуйте предлагайте игры общайтесь буду рад с вами поболтать заглядите в описании на вы ссылочка на мой дискот сервер и не забывайте жать кнопочку подписаться на колокольчик и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся а